здравствуйте хорошо что нашли для нас время у вас уже я вижу сезон в полном разгаре и туристов очень много туристов сели нашего мирского замка посещают около 300 тысяч туристов это цифра не маленькая естественно поэтому это не учитывая то что сегодня на нашей корейской земле не только замок привлекает а первую очередь добрые отзывчивые хорошие и самые прекрасные люди которые проживают здесь и для детей наверное что-то есть наша изюминка они должны сегодня подшипнуть или вкусить вот этот кусочек нашей истории хлеб нашей независимости и суверенитета молодого независимого государства должен сказать вам о том что сегодня все мероприятия и встречи на уровне министерства иностранных дел присутствуют здесь реконструкция длилась практически около более 20 лет раздвал советского союза и она была проставлена и лишь после вмешательства главы государства реконструкция продлилась и завершила 2060 году сумма аппарат к 52 миллионов долларов сумма большая но я знаю что замок он абсолютно живой он окупается у вас есть гостиница и она популярна естественно каждому человеку после посещения определенного историческо-культурного центра хочется свободно отдохнуть и все получается тесно возможно и кому-то хотелось бы кто-то встречает самого князя раздвила поэтому ничего страшного здесь нету лен это очень такая нежная наша национальная и очень такая особенная культура которая любит поклон лен любит поклон ну то есть вот из этого делают условно говоря скатерти наши бренд белорусский скатерть льняные ткани и то что сегодня мы чем мы славимся оставшуюся продукцию реализуем на китайский рынок по довольно таки неплохих ценах сколько вы зарабатываете в этом году заработали около 200 тысяч долларов на реализации короткой волокна на экспорт волокно в китае идет даже в обшивку машин да естественно оно сегодня отбеливается выпаривается разово раз такой есть еще молодежь возвращается много домов возвращается молодежь остается скажем так ну а как нам хотелось бы что молодой молодежь оставалась у нас не получается пока если брать среднюю зарплату механизатора то тысяча пятьсот тысяча шестьсот в месяц я считаю нормально я беру тех людей которые являются так сказать уже нашими передовыми и асом но в среднем зарплата если брать механизатора и дояр где-то шестьсот пятьдесят рублей 700 рублей 800 рублей 900 в зависимости от производства продукции в зависимости от удоя мы теперь находимся но на предприятии спк сельдзянка 2003 хозяйство которое сегодня имеет самый высокий дой в районе я думаю что и один из высоких удоев в области республики удой по прошлому году на каждую фуражную корову составил 8 тонн девятьсот девяносто пять килограмм практически 9 тонн процесс задаяние осуществляют четыре робота а почему вообще робот лучше для коровы чем человек роботы поставили здесь для того чтобы исключить так сказать человеческий фактор есть вопросы сегодня с кадром поэтому мы решили вот в виде эксперимента сделать это и поставить четыре робота где сегодня каждый робот ослуживает 70 голов поэтому нас то получилось мы здесь имеем более 9 тонн удой на корову это очень здорово и а вы как корову подоить может естественно конечно я вырос деревне поэтому нет вопросов это совсем новый детский сад совершенно верно насколько он рассчитан детей и вообще какая у него была задача так понимаю вы все ждали до детский садик первого создания дети потом родители естественно мне хотелось как предоставить районную с политическим учета воплотить эту идею жизнь расчитан на 130 детишек мне хочется чтобы лучше детский сад было потому что чем больше детишек будет у нас естественно чем мы будем иметь наверное больше богатства нашей стране повинен нам привести словы франциска стабильный некий сказал обтым той человек некий народе кривицы и скромный да того мяса особливо ласку моя яке а дародной королевчины